приветствую всех на канале кэшфлоу меня зовут владимир сегодня мы обсуждаем промышленный сектор это видео разделено на 4 части 1 мы поговорим об особенностях и специфики промышленного сектора далее обсудим главные принципы отбора компаний расскажу о 5 идеях из своего watch листа и в конце я покажу какие акции промышленного сектора есть у меня в портфеле если вы еще не подписаны на канал то самое время это сделать лайк авансом и давайте начинать промышленный сектор это основа экономики в него входят компании производящие машины оборудование материалы которые используются в строительстве производстве а также компании которые предоставляют сопутствующие услуги все эти компании тесно связаны с экономикой и их объемы бизнеса часто резко падают во время рецессий хоть и каждый промышленный подсектор ведет себя по-разному хорошо известным компаниям из промышленного сектора относят локхед мартин ханнивелл а также в этот сектор входят компании которые предоставляют услуги авиаперевозок такие как united airlines дельта airlines промышленные акции представлены индексным фондом industrial select sector стикером xl ай а также есть еще один очень популярный и тиф от вангард стикером вис промышленный сектор сильно пострадал от пандемии локдауны социальное дистанцирование привели к остановке производства и к прекращению технологического процесса на этом графике сравнение индекса индустриального сектора с snp 500 мы видим что промышленный сектор восстанавливается быстрее чем snp до промышленный сектор сильно коррелирует показателями экономики когда экономика растет процветает и обрабатывающая промышленность но когда экономика приходит в упадок отрасль имеет тенденцию работать хуже я предлагаю вам обратить внимание на два этих и тиф до отдельные вложения в промышленные акции могут принести большую прибыль но найти такие компании считается сложной задачей а наиболее успешной инвестиции как правило является результатом детального исследования на которое уходит много времени однако способ инвестирования биржевые фонды поможет вам сохранить это время такие индустриальные те фонды это отличный вариант для начинающего инвестора или если у вас просто нет времени на адекватное исследование нескольких отдельных промышленных акций ну а как же найти лучшие промышленные акции какими ключевыми характеристиками должны обладать компании из этого сектора на мой взгляд у таких компаний должно быть сильное финансовое положение так как экономическая уязвимость сектора означает что компании в нем должны быть устойчивыми чтобы они могли пережить взлеты и падения прежде всего это означает наличие сильного финансового положения чтобы у них была гибкость необходимая для поддержки своей деятельности в трудные времена и процветания в отличных экономических условиях компании из промышленного сектора должны обладать диверсифицированными источниками дохода поскольку промышленный сектор играет ключевую роль поддержки экономики он очень чувствителен к изменениям экономических условий если мировая экономика замедлится спрос на промышленные товары и услуги пострадает это снизит прибыльность отрасли и окажет давление на котировки акций промышленных компаний за примером далеко ходить не надо в 2020 году вспышка ковид-19 снизила спрос на промышленные товары и услуги широкий ассортимент выпускаемой продукции или предлагаемых услуг может смягчить самый серьезный ущерб у таких компаний должны быть низкие эксплуатационные расходы также очень капиталоемкий а это означает что компаниям необходимо регулярно инвестировать много денег для поддержки и расширения своей деятельности из-за этого промышленные компании часто занимают деньги чтобы купить новое оборудование и построить новые производственные мощности важно чтобы у компании были низкие процентные ставки по кредитам для этого необходимо иметь хороший рейтинг инвестиционного уровня он помогает компаниям брать кредиты дешевле и эффективней помня об этих факторах инвесторам следует проявлять осторожность при инвестировании в промышленный сектор и если вы покупаете акции слабого финансового отношения производителя да еще и после того как экономика начинает замедляться это может привести вас к серьезным убыткам по данной компании а теперь перейдем к моему watch-листу полный список компаний будет опубликован в телеграм-канале ссылочка в описании но сначала посмотрите на мировые индексы все они сейчас на хаях рынки явно перегреты и нуждаются в коррекции трудно найти идеи для роста однако я вам предлагаю свой watch-лист а не список компаний которые нужно покупать прямо сейчас и по любой цене на коррекции эти компании интересны да и это обзор компании а не разбор акции здесь цель познакомить вас с бизнесом компании если вас заинтересовала та или иная компания или у вас есть свой вариант то напишите в комментариях будем анализировать и разбирать по фундаментальным показателям а сейчас смотрите изучайте и обязательно пишите комментарии и так райзен технология в апреле 2020 года райзен компании united technologies которые основаны были в 1922 и в 1934 годах объединились в одну большую компанию райзен технологии компания работает в нескольких отраслях промышленности основной упор компания делает на аэрокосмическую и оборонную промышленность это дает ей сильное стратегическое преимущество в то время как большинство компаний промышленном секторе работают циклично райзен технология защищена от экономических трудностей подавляющая часть бизнеса компании осуществляется правительством сша которое обеспечивает стабильный поток доходов для компании независимо от экономических условий и она очень чувствительно к изменениям в оборонном бюджете сша если министерство обороны затянет пояса из-за сокращения бюджета это может ограничить доходы райзен и чтобы свести к минимуму это воздействие компания направила свое внимание на увеличение продаж на международном уровне а также на диверсификацию в аэрокосмической отрасли ну а как подрядчик в аэрокосмической и обороны промышленности райзен достаточно устойчив к рецессии благодаря этому он генерирует относительно стабильный денежный поток у райзен невероятно сильный баланс и он силен тем что у нее не только есть деньги для выхода на аэрокосмические и международные рынки но и компания может продолжать приносить прибыль своим инвесторам выкупая акции и выплачивая дивиденды на данный момент дивидендная доходность компании в районе двух с половиной процента что делает ее привлекательным для тех кто ищет промышленные акции с дивидендным доходом и благодаря долгой истории обслуживания оборонного сектора и растущему распространению продукции компании на международной арене а также инновациям в аэрокосмическом секторе акции райзен технологи точно стоит добавить список для наблюдения следующая компания waste management это одна из ведущих компаний по управлению отходами предоставляющая услуги по сбору транспортировки и утилизированию мусора а также переработки и восстановлению ресурсов компания также является ведущим разработчиком и оператором объектов по производству энергии из свалочного газа waste management предоставляет свои услуги жилым коммерческим промышленным и муниципальным потребителям в целом бизнес компании более устойчив к рецессии чем другие промышленные компании однако экономический спад в некоторой степени повлиял на объемы которые компания получала от коммерческих и промышленных потребителей а также на цены которыми она может управлять при продаже переработанных ресурсов и энергии вот так было в 2020 году выручка и прибыль waste management немного снизились поскольку вспышка ковид нанесла серьезный ущерб экономике компания смогла частично смягчить это влияние постоянно уделяя внимание снижению затрат и увеличению прибыли например компания вложила деньги в автоматизацию своего автопарка переоборудовав мусоровозы на более чистые и дешевый природный газ подобные шаги им позволяют компании постоянно генерировать свободный денежный поток что дает возможность для совершения новых приобретений и возврата денег акционерам виде дивидендов и выкупа акции ну а подробный анализ этой компании есть у меня на канале ссылочка в описании далее 3м это диверсифицированная производственная компания она производит тысячи продуктов которые потребители и предприятия используют каждый день такой разнообразный продуктный портфель позволяет компании генерировать стабильный денежный поток хорошие и в плохие времена 3м входит в число лучших компаний промышленного сектора благодаря отличному управлению капиталом исторически компания инвестирует 30 процентов доступного капитала на развитие своего бизнеса деньги направляются на исследования разработки новые проекты и такой подход позволяет разрабатывать новые продукты и быть на шаг впереди конкурентов компания также возвращает инвесторам около 30 процентов доступного капитала за счет растущих дивидендов которые она увеличивает более 50 лет подряд но оставшиеся 40 процентов своего дохода компания использует для поглощений если ей кто-то интересен или выкупа акций когда они торгуются на привлекательном уровне следующая компания это кливеланд клиффс она специализируется на добыче железной руды это один из крупнейших производителей стали в северной америке на фоне высокого спроса на сталь акции компании хорошо выросли в марте да и особенно после того как компания объявила о своем прогнозе на 2021 год и прыгать в последний вагон уходящего поезда не следует однако следить за компанией все же стоит но в этот список компания попала не просто так по мнению некоторых инвест домов ее ждет прекрасное будущее если посмотреть прогнозы аналитиков то они ожидают рост на 36 процентов уже в текущем году union pacific эта компания владеет самой большой сетью железных дорог в сша а железнодорожные перевозки является основой американской экономики они более эффективны и более выгодны чем автомобильные union pacific имеет стабильный и постоянно растущий свободный денежный поток здоровый баланс и выплачивает небольшие дивиденды у компании хоть и старая но прочная бизнес-модель которая за сотню лет пережила уже все рецессии и обеспечила своим инвесторам хороший доход в своем телеграм канале я перевел статью с аналитического сайта сикин альфа где автор данной статьи называет компанию union pacific принтером денег он разобрал ее фундаментально сделал вывод и вложил в акции компании кругленькую сумму почему он это сделал можете прочитать телеграм канале а теперь давайте посмотрим в какие акции промышленного сектора вкладываю я на экране у вас состав моего публичного инвестиционного портфеля из американских компаний здесь представлена только локет мартин которая занимается оборонной промышленностью покупал ее практически за 333 доллара и сейчас она уже приносит хорошую прибыль в районе 14 процентов а дивидендный доход по ней три процента на данный момент я намерен ее продолжать удерживать из российских промышленных компаний это первую очередь гмк норникель на текущий момент это две акции с доходностью в районе 22 процентов сейчас акции компании приближаются к своему максимуму и в районе 27 тысяч рублей я буду фиксировать прибыль также из российских компаний есть совком флот это неудачное участие в ipo но в принципе доля не такая существенная по этой компании я надеюсь на высокие дивиденды пока что они были только объявлены весь портфель акций у вас на экране если вы собираетесь инвестировать промышленный сектор важно помнить что этот сектор носит циклический характер стоит также покупать акции из других секторов это поможет вам снизить риски связанные с цикличностью отрасли если видео было вам полезно ставьте лайк вам этого ничего не стоит а мне приятно и давайте общими усилиями наберем тысячу лайков и тогда я сразу приступлю к разбору нового сектора который выберете вы сами голосуя на вкладке сообщества подписывайтесь на youtube канал переходите в telegram где я опубликую весь список промышленных акций за которыми я слежу а на этом у меня все всем спасибо за внимание